Скажем так, я, конечно, предполагал, что в Министерстве просвещения все делают для галочки, но таких потемкинских деревень даже я себе представить не мог. Они тупо все чистоком скопировали и назвали это новым уроком. Может быть, конечно, надеялись, что никто проверять не будет и документы не поднимет. И потом я вижу это и такой, чего? Привет, просветители. Одна из главных проблем обсуждения, проблем же образования, заключается в том, что у всех разный опыт. У тебя он, конечно, особенно травмирующий. Одинаковые возможности и единые условия существуют только на бумаге и в отчетах Сергея Кравцова. Глупо спорить, что выпускники московского хим-биолицея, куда вступительные экзамены еще в восьмом классе надо было сдавать, находятся в несколько более выигрышных условиях на ЕГЭ по химии и биологии, и, в принципе, по всем остальным предметам. Нежели одиннадцатиклассники Старокопытинска, где практически все предметы ведет один преподаватель. Простите, универсальный педагог. Помните термин? Да даже в рамках одной школы условия могут значительно отличаться. В каких-то классах русский язык ведет очень сильный педагог, а в каких-то... не ведет никто. Мы с вами подобные новости уже разбирали на этом канале. Учителя просто пока не нашли, но вот-вот. Да и как я уже миллион раз говорил, что конкретно услышит школьник или студент на занятии всегда зависит от учителя. Какие бы разработки и методички сверху не спускали, последнее слово всегда за преподавателем. Три пишем, два в уме работает не только с оценками Жорика. Периодически учителя пишут журнал одно, разговоры о важном, а проводят другое, математику. И именно поэтому делать какие-то далеко идущие выводы на основании опыта одного конкретного класса или группы в универе достаточно странно. На любое утверждение в комментариях обязательно получишь. А вот у нас в универе, а вот мы в школе, а в детском садике моего сына. Поэтому, когда я пытаюсь что-то обобщать, я всегда стараюсь использовать какие-то документы, высказывания официальных лиц, программы, учебники, фотографию Сергея Кравцова. Кстати, большое интервью с Сергеем Сергеевичем я смотрел на прошлой неделе у себя на стриме. Запись вы можете найти либо на моей страничке Boosty, либо на Патреоне. Да, я завел Патреон, потому что с Ютуба больше деньги вывести я не могу никак. Поэтому, уважаемые спонсоры на Ютубе, лучше отпишитесь от этого самого спонсорства. И если есть желание, подпишитесь на Патреон. Программу, учебники, фотографию Сергея Кравцова. В общем, все то, что в теории распространяется на всю страну и на каждое учебное заведение. В теории. Дойдет ли оно до конкретной школы, вуза, школьника или студента, никто не знает. Но авторы этих инициатив на это рассчитывают. Думаю, вы уже заметили, что в своих роликах я периодически использую программы, планы, тематическое планирование разных педагогов. Потому что это как раз таки те документы, находящиеся в общем доступе, которые показывают, что как минимум на бумаге должны делать школьники на уроке. Любой родитель может программы найти, открыть, посмотреть и понять, что в принципе на том или ином предмете предполагается проходить. Огромная проблема, что чиновники и политики не то, что не знают, что в школах в реальности творится. Это как раз не особо удивительно. Они перед тем, как очередную гениальную инициативу озвучить, даже не догадываются в эти самые документы заглянуть. А вдруг это их ноу, прости меня господи, хау, в школе уже 20 лет есть. Как минимум на бумаге. Проблемы и особое веселье начинается в тот момент, когда в образовании начинают говорить люди, чье мнение проигнорировать просто нельзя. И все, что может сделать Сергей Кравцов и команда, это сказать «Будь сделана». Вот такая ситуация и произошла с уроками труда, которые возвращаются в расписание школ уже с этого сентября. Практически весь прошлый год учителя и технологии, ученики и родители с удивлением следили, как снова и снова политики заявляли, что в школы нужно вернуть трудовое обучение. Те самые классические уроки труда. В Советском Союзе девочки учились готовить. Да, вспоминаем Володина и борщ для мужа. Как вы понимаете, я не работал в Советском Союзе, у моих детей не было уроков труда, но на технологии, и вот сейчас просто приготовьтесь, дети учились готовить. Да, я знаю, просто взрыв мозга, информацию, которую никто не ожидал. Мы же специальный предмет возрождаем, чтобы готовку вернуть. А она здесь, родимая. Но справедливости ради так далеко не везде. Во многих школах дети просто писали конспекты, записывали рецепты. Так как банальной плиты в кабинетах технологии слэш труда просто не было. Как вы понимаете, ну или не понимаете, если вы политик, сентября ничего не изменится. В школах, где были условия для готовки, она продолжится, что логично. В тех же учебных заведениях, где кабинеты могут похвастаться только ложкой и половником, это если повезет, дети продолжат писать конспекты. Просто теперь на уроках труда. Чтобы это самое трудовое воспитание, обучение работало так, как представляют его наши уважаемые депутаты, нужна материально-техническая база. Если ее нет, то просто от изменений названия предмета ничего не поменяется. Но идея, безусловно, хорошая. Именно поэтому, когда всю вторую половину прошлого года политики как заведенные повторяли, надо, чтобы дети умели работать руками, молоток, борщ. Те школьники, у которых и так это все было на уроках технологии, не понимали, о чем речь. Мы же этим всегда занимались. Всегда не понимали, о чем идет речь. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Еще меньше стекли фишку преподавателей технологии в тех школах, где ничего нет. Так мы и так все это делаем. Ну, на бумаге. По идее, это и так все должно быть. Но раз президент и Госдума сказали, что нам нужны уроки труда, они просто не могли не появиться. И вот я все ждал. А когда же появится программа этих волшебных уроков? Что ж конкретно там будет нового и удивительного? Ну, точнее, старого и традиционного. У нас же в речах с высокой трибуны все это именно так рисовали. Что, технологию нельзя было, скажем так, подретушировать? Нужно было обязательно, чтобы слово «труд» в расписании появилось. А теперь зашибись. И, похоже, чиновники и методисты из Министерства просвещения исходили именно из такой логики. Но вам нужен труд? Будет вам труд. Только изобретать велосипед никто не планировал. Итак, что же ждет школьников в сентябре на этом новом и таком важном уроке? Школьный предмет труд будет включать в себя пять обязательных образовательных модулей. И сверх того, еще три модуля по выбору. Сообщил 31 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. В школьную программу уроки вернутся с началом нового учебного года в сентябре. Смотрите, как здорово звучит. Пять обязательных образовательных модулей. Ну, наверное, борщ, молоток, уборка. О чем там еще депутаты мечтали? Обязательными для изучения станут модули производства и технологии. Не совсем так, как политики описывали, но тем не менее. А теперь давайте сделаем финт ушами и откроем программу по технологии. Ну, по тому предмету, который явно не выполняет свои функции. Нам нужен труд. Ведь это именно он сделал из обезьян человека. Итак, какой же там первый модуль? Модуль производства и технологии. Ну, одно совпадение. Бывает. Возвращаемся к новым урокам труда. Второй модуль. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов. Вот они те самые, борщи любимые. Теперь-то дети, наконец, научатся готовить. Но давайте посмотрим, а что вместо этого на технологии делали. Модуль технологии обработки материалов и пищевых продуктов. Ээээ, странно. Прям то же самое. То есть все это и так в школе было. Ну, или должно было быть на уроках технологии. Странненько. Смотрите, новый урок придумали, а несколько частей прям один в один, как в старом. Третий модуль. Компьютерная графика, черчение. Не особо похоже на те советские картины, которые нам фанаты уроков труда рисовали. Но с другой стороны, время не стоит на месте. Новая жизнь, новые уроки труда. Интересно. А на уроках технологии что было? Я думаю, мне уже можно перестать дурачка изображать. Вы и так все поняли. Модуль компьютерная графика, черчение. Три из трех. Это просто бинго какое-то. Напомню. У нас всего пять обязательных модулей в новом предмете. В новом. Интересно. А Минпрос просто постеснялся политикам сказать, что все их фантазии и так уже в программе есть. На три пятых. Не, важные дяди требуют уроки труда, как у них в школе было. Ладно. Возвращаемся к новой программе. Робототехника. Робототехника. Робота-мать его техника. В деревенской школе. Там, где зачастую интерактивной доски нет и туалета нормального. Надо, чтобы дети что-то делали руками. Привыкали к труду. Да, я уже вижу, как школьники на этих уроках будут трудиться. Конспекты писать. Ну, руками же. Возвращаемся к ФГОС по технологии. Что ж там у нас? Модуль робототехника. Вот знаете этот мем? Списывай, только не полностью. Вот в Министерстве просвещения о нем, похоже, не слышали. Ну что, последний проверяем? Автомобиль. Простите, что-то поле чудес вспомнил. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование. Вот смотрю я на все эти красивые слова и кажется мне, что где-то я их уже видел. Ах да, в программе технологии. Модуль 3D-моделирование, прототипирование, макетирование. Что же мы имеем в итоге? Правительственные мужи были очень недовольны, что дети недостаточно работают руками. Нужен труд. И Министерство просвещения просто нажимает КТРЛЦ, КТРЛВ. И все модули из технологии, все до единого, тупо переносятся в новые труды. Зато какие заголовки в прессе были. В сентябре 2024 года в школах появятся новые уроки труда. И депутаты довольны. Труд в школу вернули. Интересно, а денег на создание этого нового предмета много выделили? Я просто не представляю, сколько труда. Забавно. Потребовалось, чтобы оторвать табличку технология и вместо нее налепить труд. Они даже слова местами не поменяли. Синонимы не подобрали. Зато эти товарищи выходят и заявляют, мы вводим уроки труда. А они просто технологию переименовали. И усё. Зато политики довольны. И не беда, что эти самые борщи и так в программе были. Только вот одно маленькое, малипусенькое такое уточнение. Если вы оставили по факту ту же самую программу. Никаких серьезных разговоров о новом финансировании школ не было. То есть пустые кабинеты технологии превратятся в пустые кабинеты труда. С чего вдруг результат-то другой будет? А давайте, а давайте, а давайте алгебру переименуем в арисметику. Интересно, а результаты на экзамене сразу же лучше станут? А еще вот очень интересно. А все те политики, которые уроки труда требовали, а они вообще знают, что Министерство просвещения провернуло? Хотя, может быть, Сергею Кравцову с товарищами просто страшно было заявлять, что у нас аховые результаты по технологии. И дети просто занимаются чистописанием зачастую. Давайте поэтому просто скажем, что мы новый предмет введем. И все будет. Новый урок предполагает новую программу. Новые разделы. Нет, ну, наверное, в самих уроках и каких-то темах что-то поменяют. Не могут же настолько обнаглеть. Не могут же. Но тогда почему просто не сказать, что вы название поменяли и пару тем добавили? Если добавили. Не, ну, добавили. Наверное. Но нет. Вздыхающие о своем детстве политики хотят урок труда. Вот, пожалуйста. Получите, распишитесь. Кроме пяти обязательных модулей в новом предмете есть еще и три инвариантных. То есть школа сама может решить, чем дети будут на уроке заниматься. Стоит ли мне говорить, что на уроках технологии были те же самые три модуля? Модуль автоматизированные системы, модули животноводства и растениеводства. Если школа не была готова реально все это проводить в прошлом году, что-то мне подсказывает, что в сентябре ничего магическим образом не поменяется. Кто сомневается, у кого остались вопросы, предлагаю просто загуглить. Примерная рабочая программа основного общего образования технология. ФГОС. И узнаете, что принято это все было еще в 2022 году. Вот такие пироги. Мне хочется просто поаплодировать. Такому таланту и находчивости можно только позавидовать. А главное, никто про это и не говорит. И вот тут у меня возникает вопрос. А вот все те люди, которые в Госдуме в комитетах по образованию штаны просиживают, Простите, но я правда не знаю, чем они там занимаются. Знают о существовании программ. Почему я, учитель русского языка и литературы, как только прочитал новость о содержании нового предмета, тут же понял, что все это уже было. Почему я-то это знаю, а они нет? Сплошные вопросы. Но справедливости ради все-таки стоит сказать, что что-то новое на уроках труда все же появится. Сергей Кравцов заявил, что детей будут учить управлять беспилотниками. Вот такие борщи. Кушайте, не обляпайтесь. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются быстрее именно там. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или на мой Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент, как, допустим, тот самый стрим с Сергеем Кравцовым. Было достаточно интересно. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 в Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Ведь именно он сделал из человека обезьяну. А наоборот. Наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok